Проверяющих из прокуратуры смутили грязные раковины для мытья рук детей, подоконники и даже окно раздачи готовой пищи. Эмулированная посуда для временного хранения продуктов имеет сколы, а котлы деформированы. В данном случае директор будет нести как административную ответственность, также будет по результатам рассмотрения представления прокурора надлежит устранить все выявленные недостатки, а также привлечь виновных лиц, ответственных за данные нарушения, к дисциплинарной ответственности. После того, как здесь побывали сотрудники районной прокуратуры, работники интерната поспешили устранить все недочеты. На все про все надзорные службы дали месяц. О том, что в Дербышкинском доме-интернате творится что-то неладное, в прокуратуре советского района Казани узнали от самих сотрудников этого учреждения. Часть коллектива написала анонимную жалобу, после чего здесь начались проверки. Все склоки начались с приходом нового директора и новой команды, рассказывают в интернате. Когда мы сюда пришли, конечно, это как бы бабские сплетни. Нам сказали, шестерых убрали, седьмого уберем. И, видимо, вот этот процесс идет, и вот это как комом уже растет, я думаю, просто люди пишут анонимки. Ну, пусть это на их совести будет. Мы считаем, что мы работаем очень ради детей. Лилия Ющенко – волонтер, председатель попечительского совета благотворительного фонда. Часто ездит в Дербышкинский интернат, навещает детей и изыскивает дополнительные средства по их комфортному содержанию. Говорит, видела разницу, как жили воспитанники пару лет назад и что сделано сегодня. Палаты были в ужасном состоянии. Сейчас на данный момент это веселые, активные, чистые детки. После известного скандала, случившегося год назад в этом интернате, здесь поспешили сделать ремонт, увеличить площадь, сделать больше спальных комнат для тяжелобольных детей и построить новый медицинский изолятор. Ранее он был маленький и не соответствовал нормам санопеднадзора. Предстоит устранить и замечания трудовой инспекции. В ходе проверки выявлено, что некоторые специалисты интерната не соответствуют занимаемым должностям, а кто-то не получил компенсацию за задержку выплаты зарплаты в августе этого года. Эльмир Гляхметов, Альфред Камелевский, эфир 24.